Всем привет! С вами Коля Молот. Летнее трансферное окно не за горами, поэтому пора расчехлять ресерч новостей и всех слухов, которые окружают чемпионат России. Отобрал самый сок, что сумел отыскать на данный момент. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению, жмякни лайк, подпишись на канал, загляни в описание. Там есть интересные ссылки, особенно если ты болеешь за футбольный клуб Ростов. Чатик в ТГ, паблик вконтакте, паблик в телеграме. Еще больше интересного контента будет именно там. Первый и единственный слух на вход, что мне удалось отыскать в футбольный клуб Ростов, Рамиль Шайдаев. Новость на самом деле очень спорная, ибо ее дали только в местных СМИ Азербайджана в единственном экземпляре. Подобные вбросы могут продолжиться и дальше, потому что у футболиста заканчивается контракт нынешним летом с Карабахом. Собственно, мы сейчас наблюдаем классические агентские игры с газетками, чтобы набить цену, продать игрока, выбить контракт и тому подобное. В России мы хорошо с этим знакомы. Повод, конечно, для таких игр имеется у агента Рамиля. Ведь Шайдаев проводит достаточно мощный сезон, наверное, один из лучших в карьере. 50 матчей он успел уже отыграть, забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач. Меня, кстати, удивил один интересный факт по этому сезону в Карабахе. Азербайджанская команда сыграла во всех трех еврокубковых турнирах. Начинали в Лиге Чемпионов, закончили в Лиге Конференций. Чудеса от FIFA в нынешнем сезоне мы увидели. Вероятность ухода Шайдаева из Карабаха оценивается как очень высокая. Суть в том, что футболист уже под 30-ку, он проводит хороший сезон. Соответственно, он хочет получить себе новый, более жирный контракт. Как местные источники указывают, аппетиты Рамиля Шайдаева равняются 500 тысячам долларов за один сезон. Источник указывает, что на Шайдаева есть предметный интерес из нескольких стран Европы. Называют Россию. Несколько клубов, в том числе Желто-Синий Ростов. Также есть несколько клубов Венгрии. Мы вангуем и поднимаем щиты за то, что Шайдаева хочет к себе переманить полевой командир Черчесов. Также мне удалось отыскать упоминания Шайдаева в болгарской прессе. Пишут, что Софийский ЦСКА тоже рассматривает этого футболиста. На данный момент конкретных предложений у Шайдаева нет. Но, как я и сказал выше, его уход оценивается очень высоко из Карабаха. Потому что в азербайджанском клубе не планируют повышать ему зарплату до 500 тысяч за один сезон. Касательно его перехода в Ростов, либо же в другой российский клуб, относимся с сильнейшим скептицизмом. Таких вбросов с его фамилией будет еще очень много. Совсем на днях не последний футболист для Ростова наконец-таки нашел себе новую команду. Полузащитник находился в статусе свободного агента с 1 января 2023 года. Речь в этом блоке идет о романе Еременко, который пополнил финскую хонку. За эту команду, кстати, уже играет один футболист Ростова Максим Рудаков и даже иногда носит капитанскую повязку. В профессиональный футбол Роман возвращался очень и очень аккуратно после паузы, которую он взял, когда разорвал контракт с Ростовом. Сначала он тренировался в третьем дивизионе Финляндии, просто поддерживая форму, не играя в официальных играх. Затем он и вовсе оказался в четвертом дивизионе Финляндии. Там он совмещал два поста. Первый пост он помогал тренерскому штабу с какими-то делами. Второй пост он точно так же тренировался и поддерживал форму с этой командой. И так получилось, что весь 2021 год у него ушел на то, чтобы привести себя в порядок, набрать хоть какую-то форму, чтобы наконец-таки заключить профессиональный контракт. И вот то, к чему он шел весь 2021 год, совершилось в 2022. Он подписал свой первый профессиональный контракт после паузы. Клубом стал Хивк, естественно, тоже финская команда, но уже играющая в высшем дивизионе Финляндии. Но, правда, по турнирке там было все очень плохо. На тот момент, когда Рома туда перешел, у них было всего лишь 7 очков, а до конца чемпионата оставалось порядка 10 туров плюс-минус. За эту половинку сезона, что Рома отыграл за Хивк, он успел принять участие в 12 матчах. Что меня удивило, в 8 матчах он отыграл по 90 минут и во всех играх выходил в стартовом составе. По результативности, правда, скромно, всего лишь 2 плюс 1, но команда там откровенно слабенькая. За эти 12 матчей, что Рома за них отыграл, они сыграли всего лишь 2 ничьи. Остальное все поражение и большинство этих поражений с разгромными счетами. Что мы получаем по итогу? Футболист потратил 2 полноценных года своей жизни, чтобы к 36 годам вновь получить шанс заиграть на хорошем уровне в высшем чемпионате Финляндии за хорошую, среднюю, крепкую команду. Хонка, между прочим, в прошлом сезоне заняла третье место, вышла в Еврокубке, а годом ранее выиграла Кубок Финляндии. Это достаточно крепкая команда и будет интересно последить за Еременко в составе этого клуба. На днях здесь Егор Бабурин сходил в коммент-шоу, где обронил следующую фразу. Я не определился со своим будущим. Я сейчас сконцентрирован на оставшихся матчах торпеда в чемпионате. Решение будет принято в конце сезона. Сейчас есть тренд среди болельщиков Ростова на то, чтобы хвалить игру Егора Бабурина в торпеда. Рассуждения даже доходят до такого уровня, что Писикова мы отправляем в запас, а Бабура приедет в следующем сезоне и будет бетонным основным голкипером. Действительно, парочку матчей перформанса он выдал в этом сезоне. Несколько сейвов хороших сделал, отбивает пенальти, но на общие результаты команды это никак вообще не сказывается. Ведь за красивыми сейвами мы имеем следующую статистику. 16 матчей, 34 пропущенных мяча. В среднем 2 гола за игру. Многовато, да? Вот и я об этом же говорю в своем паблике ВКонтакте, на который вы можете подписаться, найдя ссылочку в описании под этим видео. А еще Кафанов часто говорит очень качественную фразу по вратарям. Обычно она у него вылетает в конце сезона, когда сезон уже полностью отыгрен. На воротах должен стоять тот голкипер, который по окончанию сезона принес команде порядка 10 очков. А у Торпеды сейчас в турнире таблицы всего 13 баллов. Да, при Бабурине они, конечно же, набрали 8 очков, но где именно он помог взять очки? Была такая одна игра против Нижнего Новгорода, где он получил средний балл 9.0, самый высокий в сезоне, и сделал порядка 8-9 сейвов, если я не ошибаюсь. Но у нас сегодня трансферные разговоры, поэтому сильно статистику углубляться не будем. Парочку аргументов я вам вкинул, а вы уже сами дальше их обдумываете. В этом разговоре я клоню к тому, что пока вокруг Бабурина складывается такой положительный информационный фон, его на этом хайпе нужно следующим летом продавать. Тем более, если он сам раздумывает над тем, чтобы уйти из Ростова. Думаю, что условный Балтики, который сейчас стремится выйти в РПЛ и идет с неплохим отрывом от третьего места, он вполне себе может пригодиться. С учетом его небольшой стоимости, так вообще его нужно заворачивать и отправлять за условные 400 тысяч евро в другую команду. Ростовские легионеры это больная тема для нас, в особенности те, кто попросту приостановил контракт. Напомню, таких у нас наберется 5 человек, общей стоимостью 11 миллионов евро. За аренды Соу и Нормана, напомню, команда деньги получила. Всего в аренде у нас 7 легионеров на данный момент. Близится лето, некоторые легионеры по-прежнему не хотят возвращаться в Россию, в Ростов. И на этом фоне начали появляться первые новости. Армин Гигович сейчас играет за датскими Тьюлан, достаточно хорошую прессу он там получает, хороший футбол показывает. И вот на днях взяли интервью у спортивного директора этого клуба, где он сказал, что Армин хочет остаться в клубе на полноценном контракте. Команда хотела бы его сохранить, но она не спешит бежать выкладывать кучу денег Ростову за этот трансфер. Почему так происходит? Все дело в том, что датчане будут ждать до самого последнего конца решения FIFA о правиле по приостановке контрактов легионеров из РПЛ. Напоминаю, что ранее это правило действовало до 30 июня 2023 года. Сейчас, вроде как по сообщениям в отечественных СМИ, РФС работает с FIFA над тем, чтобы они не продлили это правило. И спортивный директор датского клуба на эту тему сказал, что ситуация сейчас очень сложная, ничего не понятно. Значит, РФС и FIFA действительно каким-то образом работают над этим вопросом. Для Ростова это супер важная история, потому что на этих регионерах теряются огромные деньги, которые в них вложены. И которые, естественно, можно приумножить. Даже сейчас, если это правило отменят, то условного Гиговича, который сейчас оценивается в 2 миллиона и показывает хорошую форму в Дании. Напомню, он еще дебютировал за сборную Швеции. Ценник, естественно, уже чуть повыше. Трешечку можно спокойно запрашивать за этого игрока. Если эту трешечку даже датчане не смогут дать, то смогут дать другие, потому что спрос на Гиговича очень хороший в Европе. Самая свежая новость, вот прям горяченькая на данный момент, Брюги заинтересовался Армином. А это бельгийская команда в нынешнем сезоне вышла в 1-8 лиги чемпионов. Там они явно при деньгах после призовых с этого розыгрыша. Так что Ростову, конечно же, нужно ждать решения FIFA, потому что трансферное окно, где ты можешь продать всех легионеров и где ты их не можешь продать и отпускаешь бесплатно, это две разные истории для Ростова нового сезона. Пожалуй, что сейчас речь пойдет о самом интересном игроке, который находится в аренде. Алисоу, божечки, что он вытворяет в этой Турции за не самую сильную команду, которая идет на 14 месте в чемпионате. Но не самая сильная команда не мешает ему показывать экстра-класс. 30 игр за сезон, 15 забитых мячей, 3 голевые передачи. В Кубке Турции он вообще становится главным амбассадором своей команды. Выбивает Бешикташ, кладет дубль Трабзон Спору и команда в полуфинале. Правда, первый полуфинальный матч они проиграли, но еще есть шанс на реваншик. В первую очередь это, конечно же, дикая реклама на турецкий рынок. Я более чем уверен, что по окончанию сезона в этом чемпионате на него будет спрос уже от команд, которые идут не на 14 месте, а как минимум в первой восьмерке. В Турции уже всплывают такие новости. Вот совсем недавно была новость о том, что Трабзон Спор подыскивает новых форвардов, потому что нынешними недоволен. И включил Алисоу в свой шортлист. Да, шортлист это порядка 10, а может быть и 20 фамилий, но в первую очередь Трабзон рассматривает нападающих, которые играют в чемпионате Турции. Назывались местные турецкие нападающие, назывался Барини, который сейчас также играет Турцией, а вам он может быть известен по игре за условный Милан в чемпионате Италии. Считаю, что, конечно же, нынешним летом Ростову с агентом Алисоу нужно будет прорабатывать его продажу в турецкий чемпионат. Проблем с выплатами за трансфер в этой стране не будет, бабки они платят, за ту же самую аренду Алисоу они заплатили выше 1 миллиона евро. Да и в Турции сейчас очень активно ресерчат российский рынок. Вспоминаем новости про Баринова, вспоминаем новости про Захаряна, вспоминаем новости про Зенит, который заключил соглашение с Бешикташем какое-то дружеское. Оно явно подразумевает какой-то отмыв трансферов, перегонку игроков туда-обратно. В общем, турецкий чемпионат для русских игроков сейчас может стать трамплином для игры в последующих европейских чемпионатах. И главная новость припасена напоследок. Перед матчем с факелом стало известно о том, что Александр Сельянов больше не хочет играть за Ростов. Ранее было известно о том, что Ростов перед тем, как арендовать Сельянова, прописал в контракте сумму выкупа. Это подтверждал и сам футболист в одном из интервью в самом начале сезона. Но все дело в том, что это не обязательное право выкупа. Это просто энная сумма денег, которую Ростов может дать Локомотиву, а там уже на усмотрение футболиста. Хочет он переходить в Ростов, либо же не хочет. Как и пишут СМИ, это исключительно решение футболиста. Он хочет играть за Локомотив. За команду, которая дала ему путь в профессиональный футбол. Да, он прошел Академию ЦСКА, но именно на профессиональном уровне он заиграл в Локос. Сначала Казанка, затем и основной состав. Если кто не знал, он даже в Еврокубках успел поиграть за Локомотив. Но сменилось руководство, все мы эту историю знаем. Его зачехлили, начали активно продавать. Но ни игрок, ни его агент не хотели уходить вот так легко из Локомотива за какую-то энную сумму денег. Поэтому было прописано право выкупа, чтобы то руководство, которого уже сейчас нет в команде, было удовлетворено своим решением. Я к этому уходу отношусь спокойно, потому что игрок не принадлежал нашей команде. Это была всего лишь аренда. Да, она затянулась на полтора года, но тем не менее, он у нас не на контракте. Это футболист чужой команды. Более того, я уверен, что Сильянов в его нынешней форме, с нынешним руководством Локомотива, это бетонный футболист основного состава. Он банально на голову сильнее тех, кто сейчас есть в этой команде. Живоглядов, престарелый Смольников, постоянно ошибающийся и привозящий Нинахов, албанец Митяй, Тикнезян. Ну, ребят, их нельзя сравнивать с тем, кем сейчас является Сильянов. Во-первых, если мы возьмем средний балл по сезону, то у Сильянова он гораздо выше, чем у тех, кого я перечислил выше. Средний балл у Александра 6,9. Во-вторых, условный Нинахов или Живоглядов на данный момент не вызывается в сборную России. Соответственно, уже на местном уровне они гораздо слабее Сильянова. Вот вам два аргумента, почему не стоит писать в комментариях, что Сильянов, ты дерьмо, будешь сидеть на скамейке запасных в Локомотиве, получай свои бабки, кайфуй в Москве, ты больше для нас не футболист. Это очень поверхностные и злые суждения по футболисту. Хоть немножечко уважения имеете к игроку, который отыграл здесь полтора года. Рассуждения о том, кто потенциально мог бы заменить Сильянова, давайте оставим на следующее видео. Прежде чем рассуждать на эту тему, нужно дождаться информации, будем ли мы выкупать Чернова, а решение будет приниматься в самом конце сезона, об этом уже ранее заявлял его агент. Также нужно понять, каким футболистам руководство в перспективе хочет дать шанс, из тех, кто сейчас выступает в аренде. Крайних защитников там хватает, порассуждать есть над кем. Если ты досмотрел до этого момента, значит данный формат тебе понравился. Благодарностью от тебя может стать лайк и комментарий под этот видос. Так ты поможешь этому видео развиваться в алгоритмах ютуба, чтобы оно нашло еще больше желто-синих сердец. А если ты вдруг хочешь подкинуть монет автору за его старания и контент, которым он вас радует, реквизиты можно поискать в комментариях. Также можно черкануть в комменты потенциальную тему для следующего видеоролика. Может быть она меня заинтересует и вы увидите мои рассуждения. С вами же был сегодня Коля Молот, до новых встреч и всем пока!